Весна Что такое 8 лет? Детский возраст, поэтому сегодня мы решили поговорить с нашими будущими читателями. А вот ты знаешь, что информагентство Тульские новости и день рождения? Нет. Знаешь, что такое вообще информагентство? Даже не догадываешься? Это помощники Путина. Помощники Путина? А почему? Я так думаю. Знаешь, что такое информагентство? Там говорят по микрофону, и мы все слушаем по телевизору. А что такое информагентство и что оно делает? Информагентство. Информагентство. Ну, занимается всякими интернетными вирусами. А чем же мы спамим? Что мы распространяем? Вы распространяете болезненные программы. Полезные программы. Это абсолютно не так. У нас только полезные программы. Вот у тебя какие новости, что произошло последнее у тебя событие? Ну, в нашей школе был один несчастный случай. Один раз мальчику не дали, кажется, на прошлой неделе поиграть в видеоигру на планшете. И из-за этого он стал долбить всех своих одноклассников до слез планшетом. А вот в Туле что произошло? Может, слышала? Ну, в Туле пока не знаю, не слышала ничего. Ну, только по новостям вот слышала один раз. То, что Турция попыталась удалять Россию в спину. А ты знаешь что-нибудь интересное? Может, у тебя какие-то интересные новости есть? Да. Какие? Давай расскажем нашим интересителям. Что Путин, он дает таким специальным художникам, там, где есть светофор, тоже дает, приказывает тоже нарисовать зебру, там, где есть светофор. Подожди, что это за новости такие? А теперь попроще мне расскажи, что это значит. Я ничего не знаю больше. А вот, например, последнее что-то слышала, конечно. Что война закончилась? Война закончилась. А вот Туле что именно связано? Туле, она победила. А еще цыгане направлены журналистов. Да ты что? И что ты знаешь об этой истории? Больше ничего. Больше ничего? А зачем они это сделали? Чтоб все золото украсть. У кого? У журналистов. Кто это? Ну, не знаю. Это Владимир Грустев. Слышала такого фейса? Нет. Это бывший губернатор Турческой области. Вау. Вау. Да, это тот дядька, который устанавливал детские площадки. Вот на которых выглядели. Ну, я читала вот, но не запомнила именно. Вот он, ты ты он. Видишь, я тебе даже сказала, как его зовут и как он выглядит. Ты теперь знаешь. А на футболке у него кто? Кто? Тим, ты не знаешь, кто у него на футболке? Тим. Вроде не знают. А на футболке у него Владимир Путин. Тебе стыдно, что ты его не узнал? Нет. А что? Не похож. А вот этому человеку было несколько... Это Грустев. О, Грустев. Кто это такой? Уберратор Грустев. Кто? Уберратор Грустев. Не, директор. Директор. Хорошо, директор. А фамилию ты его не знаешь? Нет. Фамилия у бывшего директора Тульского области Владимир Грюстев. А вот мужчина, который у него на футболке изображен. Как думаешь, кто это? Футболку с чьим изображением мог бы найти директор? Нашего президента. Нашего президента, правильно. Директор с ним. Дед. Как хорошо продвигается работа. Что он делал вообще? Тоже хорошие новости писал. Тоже хорошие новости писал. Я бы сказала, что он хорошие новости создавал. А на футболке у него кто? Человек какой-то. Человек? А ты не узнаешь его? Нет. Это Путин. Путин? Угу. В мачках не узнала. Вообще. Просто богатый не будете Владимир Владимирович. А кто у него на футболке? Путин. Путин. Как ты думаешь, что делает губернатор? Дает человеку уложить землю. А как думаешь, чем губернаторами занимается? Следит за страной. Твою мнение, что делает вообще у губернатора? Ну, собирает налоги. И... Собирает налоги у крестьян. Ну, больше всего. Насильно? Ну, наверное, все деньги, что есть. А как же им жить после того какого? Ну, но немного он точно им оставляет. А вот ты бы хотела быть губернатором и собирать налоги с людей? Ну, я бы крестьянам оставляла столько, сколько им нужно на жизнь, если бы была губернатором. А ты бы что, вот просто верила им на слово? Нет, ну, я буду у них собирать немного денег, потому что им и так на жизни не хватает. То есть ты уже будешь, ты уже планируешь быть губернатором, да? Нет, я просто мечтала быть просто. Мечтала, а сейчас уже нет? Нет. А что поменялось? Ну, ну, я хотела бы стать топ-моделью и все. Ага. Сам вот вырастишь, будешь печь? Да. Наверное, как раз станешь губернатором, будешь ездить, ты тоже печь блюны ездят, да? Я две работы выбрала, полицейским и дезингустатором. Еще одно фото у нас Владимир. Владимир Владимирович Путин переговаривается с другими президентами. Нет. Владимир Сергеевич, вам предстоит стать президентом, походу. А вот как ты думаешь, на этой фотографии кто вообще? А Путин и Грузьев. Путин и Грузьев. У нас сегодня стопроцентная узнаваемость Владимира Сергеевича. О чем они говорят? О новостях. Это Алексей Геннадьевич Дюмин, наш новый губернатор. Он, вот чтобы тебе было понятно, он как директор. Он вот следит, чтобы в нашей Тульскопе все было в порядке. Вот тебе как девочки нравится этот глядя? Да. А вот красивый он? Да. А вот что же такое семья привлекает? Его форма, потому что у него есть медали. Красивый? Да. Да. А что больше всего нравится? Глаза. Нет. А что? Губы? Звязочка. А тебе нравится этот мужчина? Нет. Почему? Нет. Коричневые волосы. Коричневые волосы? Мне больше нравятся русы. И черные. А как думаешь, сильный он? Да. Да? А почему? Потому что участвовал на войне. О, пареньки. Это знак чего? Войны. Знак героя России. Вот этот вот звёздочек. Знаешь, как его зовут? Очень. А как думаешь, он сильный мужчина? Очень сильный. Почему ты так решила? По лицу он очень сильный. По лицу ты умеешь определять по лицу? А какая часть лица у него самая сильная? Никакая. А как же ты определил, что он самый сильный? Просто посмотрел повнимательнее и увидел. А как ты думаешь, он сильный? И какой он именно? Сильный? Сильный. Настоящий мужчина? Да. А вот в своём представлении, какое должен быть настоящий мужчина? Сильным и добрым. Сильным и добрым. Алексей Геннадьевич, будьте сильным и добрым. Таня в вас верит. А ты знаешь, что вы такое выбори? Нет. Ну, сейчас теоретически давай просто обсуждаем. Выборы. Это то, что можно выбирать. А вот там представление выборов, какие они должны быть. Вот ты бы какими бы сделала, если бы была бы выбором. Были бы несколько мужчин и немного женщин на одной части стола. А на другой сидели несколько... А на другой обычные люди. И я бы говорила, например, любой человек встанет, например, женщинам. И другие люди встают с другого рядом, чтобы кто за неё голосует. Или за него. Потому что за него надо голосовать очень хорошо и говорить хорошие слова. А вот мама и папа твои пойдут на выборы в сентябре? Нет. Почему? Да, потому что они не хотят. Мама и так разговаривает с президентом, у неё такая работа. Ух ты, как же она так разговаривает с президентом? Не знаю. Она мне не говорит. А вот как ты думаешь, где легче победить? На выборах или в футболе? В футболе! Ты любишь футбол? Очень люблю. А с галой болеешь? За Россию. За сборную России? Да. За Арсенал. За Арсенал? Да. За команду такую. Я знаю, Тульская, да? Да. Думаешь, они победят? Да, думаю, победят. Я хочу, чтобы они очень быстро бегали и очень быстро успевали бить галые в ворота. Прям не бегать, а просто один гол раз, раз и раз. И всё, мячи забились. Вот ты согласишься, что нужно не просто бегать, а ещё и бить по мячу, да? Да. Где легче победить? На выборах или на футболе? В армии. В армии? Почему? Потому что там меньше немцев. Кого? Немцев. Немцы? Угу. А зачем нам мало побеждать немцев? Чтобы их нефтью облить. Вау. Так нефть же дорогая нынче. Да. И они тоже нас хотят облить водой холодной. Зачем им это можно? Они хотят нас в зомби превратить. В зомби? Угу. Ты думаешь, им это удастся? Угу. Нету причин для веселья. Как мы будем жить? Так. Даже Деду Морозу послал один мужчину письмо, чтобы дороги стали получше. А он пришел и с тому же заправлял на дороге. Чем это? Что это? Где это? Бетоном. В новостях показывали. Когда я еду, играю там в телефон, то я потом брыжу и все отвлекается. Что ты? Какие у тебя ощущения происходят, когда ты едешь по нашим дорогам? Всегда подскакиваю, потому что на наших дорогах ямы. Ты вот когда едешь, не бухаешься головой? Нет. Нет? Значит, не чувствуешь ям. Нет. Вот расскажи нашим дорожникам, как надо ремонтировать дороги, чтобы ямы не появлялись. Надо делать, надо дороги залатать так, чтобы вообще ям не было. Надо загородить дорогу и залатать яму, подождать минимум, сколько надо. И надо большой слой нанести, чтобы яма больше 30 где-то с чем-то лет держалась. Я желаю, чтобы у тульских новостей было всегда хорошее настроение и одна удача. День рождения живите хорошо. Я желаю, чтобы все новые земли были отличными. Ей поздравляю! Очень сильно поздравляю! О, да!